всем доброго времени суток нотами af 118 но по крайней мере по тем фото и видео которое я видел его коробка внешняя очень похоже на коробку предыдущей модели af 18 16 20 поэтому думаю что для владельцев этих мини тракторов тоже будет интересно это видео у меня до этого были мини трактор и и японские китайские японцы были и равные и неравные и я считал что если трактор неравный то у него априори корпус коробки главную заднего моста выполнен из чугуна и в принципе я думаю что здесь то же самое и поэтому мини трактору я думаю что алюминиевые коробки идут только на равных мини тракторах и я немножко на этом тракторе поработал на своем участке опять же сразу скажу что я не колымлют этот мини трактор только для своего участка и я заметил что у меня с правой стороны вот здесь начало сочиться масло поскольку и справа и слева стороны ремонтный герметик есть я когда разобрал там никакие особенно мешали свои не делали японцы скорее всего это обслуживали задние тормоза ну и соответственно нужно было перепаковать герметик я начал разбирать и вот здесь я к своему удивлению обнаружил что на самом деле это коробка алюминиевая и рычаг нижней задней навески держится вот всего-навсего на таком пальце соответственно палец заходит в это отверстие и здесь всего-навсего два болта м10 все это все на чем держится нижний рычаг и если мы в том случае если мы тянем орудие труда за собой фреза плуг хорошо там хотя бы нагрузка она распределяется пусть даже не на пять точек но хотя бы на четыре точки соответственно там где сам рычаг держится плюс там где идет растяжка с правой стороны то же самое то в том случае если мы движемся задним ходом вот это особенно актуально для тех кто любит задние навесную лопату ставите для чистки снега а у меня например у меня снегоротор и у меня задний навесной кузовок которым я там перегнуть допустим забираю землю забираю задним ходом и вот в таком случае вся нагрузка передается всего-навсего на две точки то есть вот только на вот это место и вы знаете меня есть честно это очень сильно смутило потому что но узел на самом деле выглядит довольно-таки слабо вот именно для той работы когда движется задним ходом потому что сам снегоротор он весь где-то 150 килограмм если вот во что-то прям хорошенько уперся я думаю что ничего хорошего от этого уже не будет ну и соответственно пока было время до наступления зимы до наступления снега я решил усилить эти узлы ну и заодно сделать кронштейн под фаркоп чтобы долго не мучиться я сделал трафареты из плексиглаза вот такие гораздо упрощает работу поскольку корпус чулка он универсальный до правой и левой стороны я принял решение сделать вот такой кронштейн то есть два пальца и соответственно все это уже прижимается болтами до получилось не или несколько колхозно я не спорю потому что изначально я планировал сделать сам кронштейн и использовать родные кронштейны но когда в принципе уже здесь металл шестерка на родном металл 9 миллиметров и когда я все вот это уже сделать шестерки меч из горят стало жалко использовать родные кронштейны потому что 6 миллиметров соответственно нужно было этот палец срезать все равно на токарном станке выдачивать нового палец и его сюда приваривать ну не ночи с горями просто стало жалко поэтому сделали палец отдельно сделал накладку как у оригинала и уже плюс к всему и и сюда и проварил соответственно вот это лево-право кронштейны они садятся и вот в это отверстие и вот в это отверстие плюс они уже крепится большим количеством болтов рожден под фаркоп сделан таким образом и плюс ко всему когда у нас рожден для арчи газа не на виски садится он вот этими отверстиями скрепляется с крепежом фаркопа вот в принципе такое решение принял я думаю что конструкция будет гораздо крепче нежели заводская в принципе в группе у нас вроде никто не жаловался что были какие-то проблемы с вот этими точками навески но я решил перестраховаться надеюсь что мое видео быть будет кому-то полезно